Кет, смотри, что у меня есть для тебя подарочек. Масло, спасибо. Очень вкусно пахнет. В Америке с пиратством все очень серьезно, и нас даже пару раз обвиняли в этом. Но и было много вопросов, как же мы смотрим тогда все фильмы. Всем доброе утро. У нас сегодня американские блинчики. И поливаем блинчики вот таким вот кленовым сиропом. Всем привет. Привет. Что вам рассказать? У нас холодно. Вообще какой-то дубак. Мы в машине сидим, едем куда-то. Еще предлагаю Паше заехать в булочную. Прямо потому что мы стоим, и вот так вот она на нас манит. Вот так вот там написано «выпечка». И мы такие «аааа, мы едем в другую сторону». Уезжаем от нее. Пока, булочки. Вот, на самом деле мы едем сейчас в магазин. Я заказала по интернету себе кофту. А заказала я ее в магазин, а не на наш домашний адрес, потому что так доставка бесплатная. Просто кофта стоит всего лишь 10 долларов, а бесплатная доставка домой начинается, по-моему, с 50. И магично, что проще мне съездить в магазин и ее забрать. Мы уже в магазине и идем в холистер. Посмотри, здесь джинсы по 25 долларов. Не по себе. Мне кажется, я сейчас еще буду что-нибудь мерить. Чик-чик. Распродажа, скидки до 60% здесь. Смотри, сколько девчонок сразу. Кид, смотри, что у меня есть для тебя подарочки. Классно, спасибо. Поздравляю тебя. С началом новой недели. Вот эта кофта, ничего вам не напоминает? У Паши почти такая же есть. Вот, и вставляете она, раньше, что 52 доллара. Я ее купила за 10. 80% скидка. Да, и вот скидки по мегике бывают. И вот Катя с джинсами меряет. В общем, джинсы не подошли. Теперь подойдем. Домой! Пойдем в аэропостер. У меня есть его гол. Да? Конечно. Еще там есть Параба 21. Параба 21, короче, я наверх в аэропостер. Встретимся через 20 минут. 20 минут! Вообще, мы редко бываем в этом торговом центре. Он такой небольшой, но он рядом с нашим домом. Вот так вот Паша ходит по магазинам. Такой посмотрел. Все, пойдем. Вот, ну ладно, пошли. Теперь идем в мой магазин. Угу, угу, угу. Здесь, кстати, в этом торговом центре, вот этот, Параба 21, такой маленький, прям, прям вообще малютка по сравнению с другим, который огромный, на два этажа. Ой, какая прелесть, мне кажется, это для меня. Киса. Кошка нашел для меня тапки. Говорит, мне надо купить такие. А я ему говорю, нет, мне нужны розовенькие, вот такие. Шокет, шокет. Костя, даже 10 минут я там не ходила. Вот, и сейчас, Параба, нагнись, что ли. А мы-то уже дома, я сейчас буду готовить ужин. Я уже порезала куриное филе. Сейчас его буду перемешивать, потому что там внизу рисовая мука. Надо будет, чтобы все это валялось в муке. Можно обычную взять муку, неважно, рисовая она или нет. Надо, чтобы каждый кусочек был вот такой, прям весь в муке. Также уже приготовила здесь соус. Курицы получилось очень много, поэтому сначала обжарю одну партию, потом другую. Вот это, наверное, будет на ужин сегодня, это уже на завтра. И вот что получается, такая обжаристая курочка, очень аппетитная. И она вообще очень хорошо будет с какими-то соусами. И я сейчас добавлю вот этот соус. Очень вкусно пахнет. Вот так вот выглядит курица, обжаренная уже в этом соусе. И, конечно, идеальный гарнир ко всему этому, это рис. Всем, кто тоже кушает, приятного аппетита. Вот так выглядит моя новая кофта. А вот так выглядит Пашина. Мне кажется, мы будем с ним близнецы. Ему это очень понравилось. Очень прикольно, мне кажется, когда пары одеваются в одинаковые одежды. Ну, или хотя бы в похожие. Мы позавчера затронули тему пиратства. И у нас в Америке с этим действительно очень строго. И нас даже пару раз, когда мы только приехали, обвиняли в этом. Мы еще, ну, как бы не знали, что здесь так все строго. И скачали какой-то фильм с торрента. Или сериал мы какой-то... Да, сериал. И нам написал наш интернет-провайдер, что вот с вашего IP-адреса было замечено скачивание такого-то сериала, там столько-то серий, столько-то мегабайт, все такое. И что в наш провайдер, который называется, им поступила жалоба от канала HBO, на котором показывали этот сериал, что вот, ну, как бы качается нелегально их сериал. Ну, наш провайдер говорит, что мы понимаем, что это сделали не вы. И типа к вашей Wi-Fi подконнектился кто-то. И поменяйте пароль, потому что мы же... Вы же не можете быть такого, что это вы, пират. Ну, и там качаете нелегально. А мы такие, да-да, конечно, все, мы закроем интернет, в общем. И потом еще через пару месяцев я еще что-то скачал. И тоже нам написали такое. И сказали, что если три раза будет, то они отключают полностью интернет, чтобы не было таких случаев. Поэтому в Америке с пиратством все очень серьезно. И могут, да, просто в ФБР приехать. Шучу. Так вот. Ну, и было много вопросов, как же мы смотрим тогда все фильмы. Хотела что-то сказать? Это и хотела сказать. Вот. Мы просто смотрим онлайн на всяких русскоязычных сайтах, потому что в Америке, как бы, таких онлайн сайтов нету. Просто-напросто. И негде смотреть фильмы, которые вот выходят, потом где-то посмотреть, скачать никак нельзя. И обычно американцы, они либо в кино ходят, либо показывают по телевизору, по платным каналам, либо подписки на разные платные каналы, типа Netflix, HBO, там и много-много всяких разных. Мы не в курсе, потому что у нас даже телевизора, как бы, нет. Вот. И сколько они стоят, я тоже не знаю. Либо, да, от интернет-провайдеров можно. Тоже у них там фильмы какие-то есть. Либо еще, кстати, очень популярный сейчас, сейчас это Amazon. Если у тебя есть подписка на Amazon Prime, то там тоже есть фильмы, можно прямо Amazon. И сериалы, они сейчас начали снимать. Сериалы, видео там можно смотреть, да. Кое-какие. Там, кстати, даже на Амазоне есть русские фильмы, типа Операция И, там... Да. Что-то еще какие-то. Ну, там с легким паром, вот такие, знаете, такие старые популярные фильмы, там это все есть. На английском причем. А, нет, на русском. Нет, не на русском. На русском, на русском. Вот. А, не может, с английскими субтитрами? А, я не знаю. В общем-то, не важно. На телевизоре тоже можно выбрать фильм и арендовать его, допустим, на сутки за, там, 5-10 долларов. Ну, по-разному, там, 15, некоторые. Либо купить, допустим, 20 долларов он будет стоить. И ты купишь его, можешь пересматривать, там, сколько угодно, допустим. Ну, да, это уже как твоя кассета, только... Ну, электронная. Она просто такая бы сохраняется. Или же фильмы покупают на DVD. И еще есть один вариант. Это аренда DVD диска. Практически в каждом супермаркете есть, называется, такой автомат Redbox. И там ты можешь арендовать фильм. Вот я, кстати, не знаю, как они следят, что ты... Ну, там приходишь, что-то платишь, тебе прям диск дают. Прям диск? Да. И тебе надо его, по идее же, вернуть туда прийти. Что будет, если ты не вернешь? У них, наверное, ну, сохраняется твоя кредитная карта, и они все штрафуют. Я видела, потому что, ну, как и берут, и как возвращают, видела. Прям диски, да, у DVD? Угу. Ну, в общем, вот Redbox такие стоят, как бы автоматы, и там все в аренду берут. Это нормальная практика. Я не знаю, диск там или нет, но там, ну, как бы... Коробочка была? Тоненькая была. Тоненькая? Да. Но мы, как бы жулики, мы смотрим на там, киногово, обычно миллиард таких сайтов, всех разных. Мы ждем, пока выйдет HD качество, и смотрим онлайн. У меня так рука устала, что я вообще не могу. Такое ощущение, вот я подержал камеру, четыре минуты, такое ощущение, что просто, я не знаю, арбуз сорококилограммовый так на руке держал. Вот как бы и все. В Америке, кстати, мы очень строго, ребята. Мы были дважды замечены в пиратстве. Ну, первый раз мы просто как бы не знали, ну, вообще не знали. А второй раз я думал, что я скачал то ли русское, то ли еще что-то, то ли фильм какой-то случайно где-то скачал. И это... В общем, да. Поэтому мы торонтами никакими ничем не пользуемся. Смотрим все онлайн. Кстати говоря, о фильмах мы завтра пойдем в кинотеатр на Черную Пантеру. А, еще нам многие советуют сходить на лед, вот, ребята, во-первых, он только пару дней назад вообще вышел в эфир. И в Америке не будут показывать русские фильмы. Ну, может, какие-то показывают, но я не знаю. Да не показывают здесь русские фильмы. Да нет, конечно, ну это же переводить все надо. А сейчас мы уже пойдем отдыхать. И всем спасибо, что сегодня были с нами. И всем пока-пока. Пока-пока. Я заказала бы интернету себе кофту. И... И ничего. И что, мы за ней едем, че? И мы едем за ней. Субтитры сделал DimaTorzok.